всем привет друзья с вами ns это хочу знать номер 16 со мной сегодня урса та самая которая избивала дреда на интернешнере вы кстати говоря можете ее выиграть просто заходите в группу виртустро вконтакте и участвуйте в конкурсе а мы начинаем в предыдущих выпусках я показывал как клокверк может прятать крипов в лесу и тем самым облегчить себе жизнь на сложные линии однако ни один клок так умеет подобные штуки может проворачивать и тускар в общем-то технология такая же за дайр вы немного блочите крипов потом встаете в кусты и поворачиваетесь лицом к линии ждете когда крипы подойдут в оптимальное место после чего используйте шарды очень хорошим результатом можно считать поимку двух-трех крипов хотя извертка выходит поймать всех четверых далее просто ждем когда линия пропустим вашу сторону и безопасно форме процедуру можно повторять каждый раз когда линия ушла далеко и вам страшно на ней находиться за рейдинг проедаем вот это дерево встаем вот сюда и ждем крипов далее используем шарды тут это все сделать немного труднее так что потренируйтесь в лобби перед тем как пытаться использовать это на практике не все знают что бремастер является очень неплохой контроль некраномиконом ветерки синие панды работают на них аж целых 20 секунд а это половина общей их длительности ну и за 20 секунд многие спички могут уже закончиться а лишить противника предмета за 5000 золота в драке это очень приятно сначала поднимайте красного некра а потом уже синего избавиться от этого красного засранца в драке это очень круто третье на сегодня магнус может заталкивать своих противников на горы при помощи скивера поджидаем момент когда противник окажется рядом с горой и используем скивер между горой и вашим противником осуществить это можно в множестве мест на карте особенно удобно в районе рун если запихнуть своего противника на агру на первом уровне когда он идет за баунти руной можно получить значительную игровую доминацию кстати говоря заталкивает на горы вы можете и сразу нескольких персонажей если они встали рядом у аганимана лайфстилера существует интересная особенность если лайфстилер скушает вич доктора со включенным хилом то хил работать будет а ману вич доктора отниматься не будет таким образом можно получить бесконечного хил бота особенно эффективно может быть при фаст пушах надо будет разработать подобную стратегию я думаю также это работает с пуджом и его горелкой это намного менее эффективно но так чисто вам для справки что это возможно а вот с лишваком это почему-то не работает то есть его ультимейт тоже будет наносить урон изнутри лайфстилера но и ману он терять будет заключение хотела вам рассказать об одной фишке которую используют профессионалы и вам о ней знать не повредит если на ранних уровнях вы получили много урона на линии и вам нужно пойтись подключиться квантану то этот поход может занять много времени существует отличный способ сократить его просто закупитесь по максимуму полезными предметами и умрите в лесу или а барошана вы практически ничего не потеряете враг не получит денег и опыта зато вы сэкономите большое количество времени конечно неопытные игроки могут начать смеяться над вами мол ахахахара чела от крипов сдох но не обращайте внимание эти люди просто не смотрят хочу знать все ребят выпуск закончился и урсе пора бежать дреда избивать да и мне пора уходить всем пока тяжело идет пишем текст текст просто немножко тяжелый этот кусок а мы пишем если на ранних уровнях вы получили много урона на линии и вам нужно пойти подключиться к фонтану то этот подход может занять то почему я сказал подход опять